Мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты Стандарты женской красоты Какие они в 21 веке? Поговорим в рубрике «Страшная сила» Стандарты женской красоты – это пропорция Пост-отпускной синдром Почему он возникает? Как смягчить выход из отпуска? Узнаем в рубрике «Поговорим о» Многие люди, занимаясь даже, казалось бы, стороннему человеку сложным делом Тем не менее, это дело любят, им нравится то, что они делают Всем известно, в Сибири цитрусовые фрукты не растут Оттого, наверное, так и манит с самого детства нас их запах Сегодня в рубрике «Здоровье плюс» мы поговорим о пользе, а может быть, даже и вреде для нашего организма цитрусовых фруктов Поможет нам кандидат медицинских наук, диетолог Марина Кагай Марина Кагай, кандидат медицинских наук, диетолог Марина, здравствуйте Здравствуйте Давайте, наверное, в первую очередь озвучим, о каких мы сегодня цитрусовых фруктах будем разговаривать То есть то, что у нас продают в магазинах, да? Ну, на самом деле, на нашем рынке наиболее представлены это мандарины, апельсины, лимоны и грифруты Сейчас еще появилась помела и свита Свита, да? Свита, а это что такое? Да, я тоже не знаю Это зеленый такой грифрут А вкус какой? А, зеленый грифрут Горький? Нет, он наоборот более сладкий Ой, мы любим Ну, понятно Ну, смотрите, все эти фрукты, озвученные вот сейчас вами, конечно же, привезены издалека, давно Давно уже сорваны с веток Содержат ли они еще какие-то витамины? Хотелось бы вот разобрать прям конкретно по всем фруктам, которые мы сейчас видим То есть что мы можем поставить на первое место по количеству витаминов? Ну, конечно, их сорвали не с пилами, а сорвали более зелеными Иначе их бы просто не довезли и было бы сложно хранить Поэтому какое количество витаминов они содержат, это большой вопрос Но цитрусовые растения являются источниками витамина С Которые являются самым важным антиоксидантом И также источником биофлавоноидов Поэтому если мы будем расставлять их по содержанию витамина С То, конечно, лидером является грейпфрут Так, грейпфрут, да, мы можем поставить? Первое место грейпфрут, почему-то я думала, что лимон Ну, хорошо А дальше, вообще, конечно, мы думаем, что самым богатым по витамину С является лимон Но апельсин намного богаче Поэтому следующим идет апельсин Вот смотрите, как у нас по размерам даже А теперь, конечно, лимон И на четвертом месте мандарин Который на самом деле из всех представителей этого класса наименее богат витамином С А витамин С, он для чего нужен нашим организмам? Витамин С относится к витаминам-антиоксидантам То есть он защищает наш организм от действия и кислителей И поэтому, конечно, является таким вот источником или является защитником нас от раковых заболеваний Также это молодость организма То есть если вы хотите красивую кожу, дольше сохранять молодость ее То, конечно, нужно ежедневно употреблять цитрусовые продукты А вот интересно, как вот эти фрукты выбирать в магазине То есть есть ли какие-то советы Либо просто смотреть, если красивенький такой, то и покупать Ну, к сожалению, сейчас красота эта не является самым первым признаком выбора продукта Потому что наши продавцы умеют эту красоту наводить Даже на совершенно некачественных фруктах Поэтому, когда мы идем в магазин, нужно на что обращать? Ну, первое, конечно же, на внешний вид Причем блеск не обязательно является выбором, критерием выбора Потому что блеск вам, продавец его сделает Значит, фрукт не должен быть слишком мягким или слишком плотным Потому что если он слишком плотный, то это говорит о том, что фрукт, скорее всего, зеленый Если, наоборот, он слишком мягкий, то это говорит о том, что он слишком долго уже пролежал на прилавке И, конечно, он испорчен Следующее, на кожуре не должно быть никаких пятнышек темных Или, наоборот, уже видимой плесени Потому что плесень, даже если вы убрали этот участок, к сожалению, она проникает во весь продукт И такой продукт является для человека вредным Действительно, в Сибири цитрусовые не растут Но я знаю, что многие люди выращивают в домашних условиях эти цитрусовые продукты Я бы хотела показать фотографию Этот лимон вырастил мой муж у себя на работе Это, конечно, уникальный, мне кажется, случай Такого даже на родине лимонов не найти Да, то есть, получается, можно вырастить и самим Марина, вот в таких лимонах, ну и вообще в таких фруктах выращивать самостоятельно Витаминов больше? Ну, это сложный вопрос, потому что для того, чтобы фрукт содержал много витаминов Нужны климатические условия Вы знаете, что цитрусовые растут в жарких странах То есть, для того, чтобы получить качественный цитрусовый продукт Нужно большое количество влаги и жаркий климат То есть, насколько это можно выполнить в домашних условиях, я вот не могу сказать, к сожалению Но, с другой стороны, так как этот продукт выращен здесь, он нигде не лежал, не транспортировался Непонятно, когда он был сорван с дерева То, возможно, какое-то количество витаминов в нем и больше Хорошо, спасибо А я знаю, что у нас в гостях сегодня присутствует шеф-повар Денис Квач Хотелось бы дать вам микрофон Я сегодня приготовлю вам грин-салат с филет цитрусовых и заправкой из орехов кешью Хорошо, спасибо, выходите к нам С чего начинаем? Давайте, для начала мы порвем руками листья салата Я взял салат ромейн, латук, рукава и лула-роса Хорошо, давайте приступим Вам нужна помощь? Вы сейчас что рвете? Сейчас это салат латук Латук Просто рвем достаточно крупно Вы вот эти твердые части убираете, чтобы, наверное, он был нежнее Да, убираю, чтобы было более сочно и нежнее Что еще? Потом рукава и лула-роса В принципе, салат делается руками Да Все можно нарвать и все замечательно Достаточно простой Единственное, то, что надо сделать, это вот соус В соус я добавил орехи кешью Фреш из апельсина Немножко оливкового масла И капельку бальзамического уксуса Для вкуса А с орешками их нужно смолоть в муку или как? В блендере А, в блендере В однородную массу Скажите, а вы что-нибудь знаете о пользе цитрусовых? Может быть, вам как-то для работы они добавляют, может быть, изюминку к блюду? Для меня это, прежде всего, вкус Расскажи Вот Как бы цитрус, они все-таки подчеркивают вкус Хорошо сочетаются Допустим, если лимон, хорошо сочетается с рыбой Также апельсин с рыбой, в принципе, не сочетается А грейпфрут очень-то Грейпфрут я добавляю Либо делаю с него мороженое, сорбеты из грейпфрута Либо в салаты В тепловую обработку он не идет Хорошо, что мы делаем дальше? Так, затем мы получившую массу перемешиваем руками и выкладываем в тарелочки Так, вот у нас тарелочки Готовим тарелочки Уже очень аппетитно и красиво А запах? Все зелененькое, свеженькое Выкладываем в горочку аккуратненько Так, что дальше? Затем мы украшаем сегментами грейпфрута и апельсина Я вырезал, срезал кожуру, вырезал корочки горки, чтобы не горчило Угу Украшаем Отлично Затем мы... Затем мы цитрусы, вы знаете Мне кажется, слюна прям Да? При виде лимона, апельсина и мангель Затем мы разрежем помидорки черри по повам И добавим тоже салатик Ну, наверное, стоит заметить, что у нас здесь не хватает мяса, колбасы и тому подобное То есть можно говорить, что это салат вегетарианский, да? Да, он такой диетический И очень подходит девушкам Правильно И как раз тема лета, все легкое Можно мясо употреблять, наверное, немножко поменьше Так, хороший совет Ну, более того, этот салат очень просто в приготовлении Да То есть когда гости на пороге, мы очень быстро, если у нас, например, растет латук романьез и... Ромейн Да, случайно Ну, я думаю, что если одно или двух видов трав у нас подходит, то не беда На самом деле можно просто с грядки нарвать обыкновенные листья салата Да, просто я взял вот так вот, чтобы было симпатичнее, выглядело красивее, вкуснее Запах просто манящий Но больше всего мне интересен, конечно же, вкус этого соуса Потому что он сделан из орехов, что само по себе уже очень интересно Смотрите, вы разместили... ой, вернее, на блендере перетерли эти орехи Вы что-то ведь добавили, поскольку консистенция такая кашеобразная Орех кешью, оливковое масло, фреш из апельсина и бальзамический уксус немножко Все, и вы поняли в оливковую массу Так, поливаем немножко по кругу оливковое масло Солить, перчить мы... Солить, перчить не надо, соус он сладковатый Опять же, полиза, смотрите, соли нет Отличный рецепт Кто бы еще... еще бы найти повара, да, который бы тебе это готовил Поливаем сверху То есть туда горчицы точно не входят? Горчицы нет, сто процентов Так напоминает Ну это из-за кеши, что цвет вот такой Так, ну что, мы можем сказать, что у нас готово все? Да, все, салат, в принципе, готов, его можно подавать, размешивать и употреблять Марина, мы вас приглашаем к столу с рецензированием Нам, конечно же, важно ваше мнение как диетолога По поводу и калорийности, и вкуса, и других полезных, а может быть не очень, качества этого салата Девчонки, будете пробовать? Да Лично мое мнение, что необычное сочетание всех разных видов листьев салата Плюс помидор и грейпфрут, который дает определенную кислинку, плюс соус из орехов кешью Но очень жаль, что мы телезрителям не можем рассказать, какой это вкус Он, мне кажется, такой бодрящий, женственный и романтический Мне так кажется, очень вкусный Очень вкусный, мне очень нравится Вот вы попробовали салат, скажите, пожалуйста, свою рецензию по поводу его вкусовой ценности и полезности Ну, салат мне очень понравился, очень интересный, тонкий вкус, необычный По поводу того, подходит ли он людям, которые решили снизить массу тела, я бы сказала, что да Ведь снижение массы тела важна не только калорийность, но и сочетание и выбор продуктов В данном случае этот салат очень хорош для лета Потому что летом все-таки 70% поступающих овощей должны быть в свежем виде Здесь все ингредиенты у нас термической обработки не подвергались И поэтому максимально сохранили свои витамины и микроэлементы А также этот салат я бы могла так окрестить антиоксидантным салатом Потому что помимо грейпфрутов и апельсинов он очень богат салатом, руколой, которые тоже богаты Ну, может быть, не столько витамином С, но зато они содержат очень много биофлавоноидов, которые тоже являются антиоксидантами Поэтому этот салат позволит не только снизить массу тела, но и сохранить молодость По поводу того, что были вопросы насчет заправки Да, этот салат мы заправили растительным маслом Но растительное масло обладает хорошим желчегонным эффектом И подготавливает... А не какое масло у нас? Да, в том плане еще и оливковое То есть масло тоже принесло нам жирорастворимые витамины То есть еще дополнительный вклад по витаминам И масло обладает желчегонным эффектом Готовит желудочно-кишечный тракт, приемы пищи и более лучшим его перевариванию По поводу того, что орехи, мне кажется, это наоборот очень хороший вклад Потому что орехи богаты растительным белком И жир, который входит в состав орехов, он другой по строению Не такой, как животные и тоже очень полезен Поэтому в этом салате есть все И антиоксиданты, и полезные для нашего организма жиры А также какое-то небольшое количество белка Поэтому данный салат я бы рекомендовала в любой прием пищи И на завтрак, и на обед И очень он подойдет для ужина Хорошо, спасибо Я добавила туда курицу, если честно Курицу? Ну, это уже личные пожелания Как вы думаете? Да, интересно узнать мнение зала Ну, салат – это, конечно, необходимое блюдо ежедневное Но на что я обращу ваше внимание Вот царство цитрусовых – это особое царство Там и цвет жизнерадостный Вкус аппетитный Лимон, лимон среди прочих достоинств Кстати, он понижает давление Поэтому если пониженное давление, лимон нежелателен Спасибо большое Друзья, я напомню, что говорили мы о цитрусовых фруктах И помогали нам кандидат медицинских наук Диетолог Марина Кагай И шеф-повар Денис Квач Друзья, не забывайте укреплять свой организм Фруктами и витаминами Ведь это лучшее, что мы можем сделать для своего иммунитета Смотрите далее Кто диктует стандарты красоты? Кто является эталоном красоты в 21 веке? Узнаем в рубрике «Страшная сила» Многие женщины пытаются ей следовать и быть на ней похожей даже в 21 веке Как победить постотпускной синдром и извлечь из него пользу? Узнаем в рубрике «Поговорим о» Если человек об этом задумывался, он уже не ленится об этом задумываться Ранее в программе Что нужно знать о цитрусовых? Какой фрукт самый полезный? Почему цитрусовые – обязательный ингредиент любого шеф-повара? Узнали в рубрике «Здоровье плюс» Если пониженное давление, лимон нежелателен В каждом веке были свои каноны привлекательности Но времена меняются, а вместе с ними меняются стандарты женской красоты Так давайте выясним, какая и какие стандарты женской красоты в нашем 21 веке Вместе со стилистом, визажистом и основателем школы красоты Полиной Мечковской Полина Мечковская – стилист, основатель школы красоты Здравствуйте, Полина Полина, скажите, сильно ли изменяется понятие стандарта женской красоты со временем? Или они, в принципе, остаются как будто как всегда одинаковые? Очень интересная тема Конечно Но стандарты женской красоты – это пропорция Когда-то были очень модные девушки, которые маленького роста, миниатюрные, очень худые Потом вошла в моду пышногрудая и всеми любимая до сих пор Марлин Монро Ей восхищались множество людей и дизайнеров И до сих пор восхищаются И восхищаются до сих пор Более того, многие женщины пытаются ей следовать и быть на ней похожей даже в 21 веке После этого в моду вошла очень худая и безумно красивая и эффектная Кейт Мосс Да, это точно Все захотели быть похожи на нее Все захотели быть такой же тоненькой, стройненькой, с лежащими руками, ногами Анорексичкой, я бы даже сказала Конечно же И вот эти безумные диеты, которыми мучают себя барышни с абсолютно другим телосложением Это, конечно же, очень печально Но все же все изменилось Сейчас мы можем увидеть очень активное движение, такое свок И популярная ведущая Ким Кардашьян со своими пышными формами Она тоже входит в тренд Но, помимо этого, всегда остается в моде, в эталоне безупречная красота Безупречная красота, длинноногих моделей Это всегда будет мечта тех, кто хочет быть Хорошо А подскажите, Полина, а как же стандарты искусственной красоты? Все мы знаем, что сейчас все поголовно себе делают губы, брови, щечки и тому подобное Как вы к этому относитесь? Если честно, я отношусь к этому очень просто Вот та барышня, которая считает, что вот именно ей необходимо сделать вот эту вот с собой манипуляцию И вот она идет и вот это совершает Но есть тут две разницы Если рассматривать это с медицинской точки зрения То если вот это необходимо, вот увеличить, например, губы И вот тогда лицо будет выглядеть гармонично И оно будет выглядеть пропорционально относительно пропорции идеального лица То можно это сделать, но ни в коем случае нельзя перебарщивать Если же хочется сделать брови, почему бы и нет? Но это все должно выглядеть естественно Как будто бы ты сама с такими бровями родилась В этом же ведь и заключена красота Ведь у нас никогда не была вот такая вот гипертрофированная и усиленная красота на искусственность Что вот только вот такие вот губы, вот такие вот брови и волосы Огромная грудь Некоторые даже идут на такие ужасные операции Пластическую хирургию вплоть до того, что даже вытягивают ноги Еще что-то только не делается Но сейчас на самом деле я заметила, что большую моду входит именно естественная красота Никакого нет даже боевого раскраса Нет какого вычурности То есть нужно все было, чтобы очень просто Я бы так сказала, даже приземленно Женщина должна быть естественной, такой мягкой и настоящей Наверное, как-то так даже правильно сказать Мне кажется, это так прекрасно Что вот именно сейчас это входит в моду Что каждый может чувствовать себя собой Не обязательно быть Мерлин Монро для этого И это великолепно Просто нужно за собой следить Просто нужно следить за своей фигурой, конечно же Не кушать по ночам, правда? Нужно просто, вы можете позволить себе быть самой собой, такая какая вы есть С теми данными, которые есть у вас Просто нужно это правильно подчеркивать И вот эта тенденция, конечно же Конечно же все выдохнули Полина, смотрите, я знаю, что идеальная форма и пропорция лица На которых даже презентуют свои программы Известные визажисты Они были у Венеры Милоской Конечно То есть это идеальная пропорция носа Расстояние между глазами Но вообще идеальное лицо Я тоже для себя была неприятно удивлена Глядя на Венеру Милоскую О том, что пропорции все четко соблюдены Вот скажите, пожалуйста Я знаю, что и с помощью визажа И с помощью различных других процедур Можно сделать так, что эти пропорции свести Вот как раз к этому идеальному И что даже если у тебя нет четких и явных пропорций То мы можем потрясающе выглядеть Конечно И стилисты нам в этом помогают Вот расскажите, пожалуйста, об этом Как можно создать естественную красоту Будучи, например, не Венерой Милоской в наше время? Вообще французы говорят Главное, чтобы фигура была Лицо мы нарисуем Это правда Это правда Все дело в том, что каждое лицо, оно уникально Оно красиво по-своему Вот у кого-то невероятной красоты глаза И, например, ну вот Немножко большеватый нос Относительно этих пропорций Тогда, если сделать акцент При помощи макияжа Даже тушь или минимальных теней на глаза Уже люди будут смотреть туда Они не будут видеть никаких ваших Каких-то дополнительных Ну, каких-то недостатков Которые вы считаете, что вот Никто не смотрит никуда Кроме лишь на мой нос Ведь это же такая глупость Если вы примете себя такой, какая вы есть И научитесь жить вот с этим Со всеми вашими данными С той красотой, которая вам дана Вы будете самой очаровательной и красивой женщиной А у нас в студии присутствует Любовь Ухалова, президент модельного агентства И хотелось бы задать вам вопросы По поводу именно стандартов фигуры Какие сейчас стандарты фигуры? Есть ли они вообще? Да, и как они менялись Вот даже за тот период, за которым вы могли бы посредить? Да, можно даже за 20 лет Если говорить о модели подиумной Ну, я как директор модельного агентства Могу сказать, что все равно Больше 90 сантиметров именно в бедрах Девушки, к сожалению, редко выходили именно в показах Если говорить о, в общем, да О дизайнерах, которые участвуют на неделе моды Если говорить о фотомоделях То здесь, конечно, девушки очень часто участвуют с ростом Ниже 170 сантиметров И бедра порой превышают 90 и 95 сантиметров И хочется сказать тем девушкам, которые смотрят журнал Увидели девушку с обложки Им очень хочется стать вот такой, да То есть быть похожей на нее То все в ваших руках Потому что обложка – это большая работа Не только модели, но и работа фотографа Работа визажиста, стилиста Соответственно, именно какая-то ретушь, да, фотографии Поэтому я считаю, что и сейчас мы в Новосибирске, да Работаем с девушками И порой приходит совершенно обычная, да Когда смотришь, да, модель, которую видел ты на обложке На самом деле довольно-таки Глянь, изменяет все, я бы сказала Полностью Просто незаметный человек Она вот, незаметно, у нее собраны волосы Ее не видно, не слышно Она очень маленькая, хрупкая То есть ее, она, она на обложке, она королева Да Ну, интересно, вот все-таки рекомендуете вы своим моделям Прибегать к искусственной красоте Что-то там увеличить Либо это только косметика Нет, мы ни в коем случае не советуем И я, конечно, понимаю, что бывает именно какая-то врожденная, да И здесь необходима помощь именно вот специалиста Который мог бы облегчить человеку жизнь, да Что, может быть, что-то мешает именно А вот именно если все хорошо А то, что у девушки кажется, что у нее глаза может быть чуть меньше Это всего лишь, я думаю, вопрос времени Пройдет год, она поймет, что все-таки Ну, все-таки, вот какие сейчас модели популярны? То есть большая грудь, большие губы, либо все наоборот? Вы знаете, нет То есть здесь сложно сказать Там большая грудь, например, да То есть здесь все смотрится с вопроса именно параметров Как вот девушка выглядит, да То есть соотношение роста, объема груди, талии и бедер Вот И опять же модели делятся на фотомодели и подиумные А в чем различия? Ну, во-первых, рост То есть на подиум девушка не выходит ниже 175 сантиметров И заканчивается этот рост 182-183 сантиметра Вот А фото девушки снимается и 160 сантиметров Особенно в Новосибирске у нас очень много девушек востребованных У которых рост невысокий, но они блестяще выглядят на обложках журналов Вот, Полина, ваш идеал девушки То есть что у нее должно, как она должна выглядеть? Да А я вот, вы знаете, отношусь к красоте немножко с мужской точки зрения Потому что мы же все равно все красимся и наряжаемся именно для мужчин Чтобы нравиться им и нравиться себе Так вот, я очень много читала статей по поводу этого Самый красивый маникюр с точки зрения мужчины Который самый притягательный Самый вот такой вот Красные ногти Нет, это французский маникюр Это французский маникюр и французский педикюр Это все то, что приближает нас к естественной нашей красоте Просто ухоженные чистые руки Просто ухоженные чистые руки Они могут быть покрыты тонким лаком Что касается волос, это естественные длинные волосы Они могут быть, ну вот, они просто волосы должны выглядеть естественно и объемно Вот этот объем создает Вот, вообще красота, она, ну вот, в наших сердцах и в нашем подсознании, она раскрыта и с темы здоровья. Ведь ухоженные ногти, это говорит о том, что человек здоров. Сияющая ровная кожа, это говорит о том, что человек здоров, и у него нету никаких заболеваний. И эта женщина здоровая, она может родить хороших детей. Мужчины на инстинктах это понимают, конечно. Ну, не все. Ну, честно, я вам хочу сказать, что на красные ногти реагирует тоже большинство. Просто, может быть, не получится создать семью с ним, но познакомиться возможно. Ну, пообщаться можно. Да. В общем, а объемные волосы, они подразумевают то, что в организме у женщины очень много кальция. И то, что женщина сможет выносить хорошего ребенка. Откуда пришла вообще мода на то, что грудь и губы. Ведь обладательницы пышных форм – это женщины, у которых содержится в организме более 6% жира. И, соответственно, эти женщины смогут выносить… Больше эстрогена. Да, больше эстрогена. Причем большие губы и большая грудь. Анда говорит о том, что в организме очень много эстрогена. Полина, давайте представим такую ситуацию. Девушка просыпается утром. Вот ваши советы, как ей начинать день, с чего, что должно быть? Начать день необходимо с душа. Свежие волосы, просто завязанные даже вот в хвост или просто распущенные, это всегда будет эффектно. Это всегда будет красиво. Ухоженные руки, я не знаю, кожа, минимум косметики, даже если просто это ресницы и румяна и легкий блеск на губах, вы уже будете красоткой. Не обязательно носить анальный крем полностью на лицо. Уберите легкую синеву под глазами. Если вы не выспались, это нормально. Но мы же работаем, это же хорошо. Если вы одеваете просто джинсы красивые и у вас шикарные ноги, да ради бога носите, не нужно носить туфли, вы можете одеть балетки и чувствовать себя свободно, чувствовать себя собой. В этом и является основной закон протяжения. Давайте тогда, Полин, при помощи ваших моделей, которые вместе с вами пришли, покажем, как должна выглядеть красивая девушка, простая и красивая девушка в нашем 21 веке. Вот, Полина, с вами пришли две девушки. Сейчас это, так я понимаю, стандарт красоты, женской привлекательности. Конечно. Расскажите, что, у кого, как. Вот если речь идет о барышне, которая обладает таким невероятным достоинством, как высокий рост и длинные волосы, она пользуется этим во всех своих проявлениях. Если же она одевает платье с завышенной талией, это подчеркивает невероятную длину ее ног. Мы распустили волосы, сделали легкую волну, и на такую девушку хочется смотреть даже без какого-то дополнительного яркого макияжа, без невероятного количества аксессуаров, броских, без чего-либо еще. Она красива сама по себе. Здесь присутствует в полной мере, что здесь барышни худые, но мы говорили о том, что даже если у вас есть красивые формы, держите их в тонусе, и вы будете красавицей всегда. На вас будут обращать внимание, если вы умело подчеркиваете свои достоинства. Спасибо большое. А я напоминаю, что в гостях у нас была Полина Мечковская, стилист, визажист и основатель школы красоты. И говорили мы сегодня о красоте 21 века. Какие стандарты красоты нам бы не диктовала мода, самое главное – это уметь сохранить то, что нам дано природой. Ведь мужчины любят женщин, а не манекенов. Как пройти пост-отпускной период быстро? Как выйти на работу после отпуска? Выясним в рубрике «Поговорим о». Чем быстрее вы построите свой график, тем лучше. Ранее в программе. В каких плодах цитрусовых больше всего витаминов? Как цитрусовые укрепляют иммунную систему? Узнали в рубрике «Здоровье плюс». Салат я бы рекомендовала в любой прием пищи – и на завтрак, и на обед. И очень он подойдет для ужина. Эталон женской красоты. Какой он? Как должна выглядеть девушка 21 века? Поговорили в рубрике «Страшная сила». Не нужно носить туфли. Вы можете одеть балетки и чувствовать себя свободно. Что такое постотпускной синдром? Болезнь или обычная хандра? Еще вчера вы загорали под теплыми лучиками солнца, а сегодня предстоит решать сложнейшие задачи на работе. Как же быть, если вас все-таки настиг постотпускной синдром? Нам расскажет врач-психотерапевт Игорь Вячеславович Лях. Игорь Лях. Врач-психотерапевт. Здравствуйте, Игорь Вячеславович. Здравствуйте. Вот как раз у нас сейчас такая пора, когда все люди возвращаются из отпусков, и у некоторых из них наступает что? Отвечу. Постотпускной синдром. Не у некоторых, у всех. Да, как говорят. Что это такое? Расскажите, какова природа этого явления? Если говорить о этом явлении, то оно очень простое. человек некоторое время жил так, как ему хотелось. Ну, особых норм нет, особых правил нет. Сам все решал, сам действовал. Ему было хорошо. Большинство из нас... Если ты скажешь, будешь, 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 когда хочешь. Да, 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 да. А тут опять рамки. А тут рамки. А тут необходимость встать вовремя, приехать вовремя, необходимость что-то делать. И эта необходимость, если вы не соскучились, конечно, по работе, если вы свою работу не очень любите. Есть такие, которые сидят на отдыхе и думают, Господи, когда же я вернусь? Господи, ну когда же я уже домой вернусь? Надоело загорать. На самом деле, вот у этих людей никогда не бывает пост-отпускного синдрома. Ну, это... Когда их работа радует, когда они занимаются тем делом, которое им нравится. Все-таки редко бывает такое, да? Можно так говорить. А я с вами не соглашусь. Да? Давайте, не согласайтесь. Так бывает не так уж редко. Многие люди, занимаясь даже, казалось бы, вот стороннему человеку сложным делом, да, тем не менее, это дело любят. Им нравится то, что они делают. Даже если они устают и выматываются, все равно они, как говорится, испытывают кайф от того, что они делают. Совершенно верно. То есть, в принципе, мы можем говорить, что это нормальное состояние. Человека, который возвращается... Нет, это сигнал, это знак. Так, что-то знак. Если ваш постотпускной синдром яркий, если эмоции не восстанавливаются дольше, чем два дня, если вам трудно адаптироваться, если вы думаете все время и мыслями своими возвращаетесь в этот отпуск, это знак неблагополучия. Причем неблагополучие может быть и физического, и социального. То есть, либо у вас неправильный режим труда и отдыха, либо вам приходится, может быть, и не в работе дело, но добираться на работу приходится слишком долго. То есть, вы как-то вот не совсем качественно, даже это может повлиять на постотпускную силу. Либо человек немножечко ленивый, да, например. Скорее всего, это может даже свидетельствовать о том, что человек занимается не своим делом, и, в принципе, ему можно пересмотреть... Область деятельности, да. И я бы не согласился с вами, что человек этот немножечко ленивый. Если человек об этом задумывался, он уже не ленится об этом задумываться. Хорошо. Ну, все-таки, наверное, самый главный вопрос – что делать, да? Что делать? Если постотмостной синдром выглядит именно как эмоциональное какое-то выгорание, как стойкое длительное снижение настроения, как фантазия о том, что поменять ли мне работу, а не стать ли мне там инструктором по давингу, или там... Уехать в Калифорнию. Да, уехать в Калифорнию, то, конечно же, просто чем быстрее вы построите свой график, тем лучше. Стабильный график – одно из лучших лекарств. Как можно быстрее построить график труда и отдыха, уделив отдыху достаточное внимание? Ну, а есть какие-то вот конкретно практические советы? То есть приходишь на работу, радуешься, либо, наоборот, не вспоминаешь об этом отпуске, потому что начинаешь всем рассказывать, и еще больше хочется туда. Фотографии надо выкладывать в соцсети сразу же. Пусть я навидую. Смотрите, смотрите, вот я. Во-первых, рассказывать близким людям действительно стоит. Повторное переживание все-таки улучшает настроение. Положительное эмоции. Во-вторых, возвратившись из мест длительного отпуска, ну, действительно, посмотрите на свою жизнь. Если можно, то привнести в свою теперешнюю жизнь что-то из той жизни. Ну, какие-то новые блюда, какие-то новые рецепты, какие-то там напитки или какие-то занятия, которыми вы занимались на отдыхе. Обязательно, если есть такая традиция, особенно в офисах, да, устроите что-нибудь вроде вечеринки по поводу возвращения. Все-таки то, что вы вернулись к тем, с кем вы работаете, если у вас хорошие отношения в коллективе, это праздник. Ну, и задумайтесь, а что именно доставляет больше всего неудобства? Потому что для какого-то человека это вот именно отношения в коллективе, да, там на отпуске одно отношение, на работе другое отношение. Для какого-то другого человека это режим сна и отдыха, перестает высыпаться. Стало быть, надо увеличивать сон. Для третьего человека это сама форма нагрузки. Ему по-доброму надо чем-то другим заниматься, вот как мы уже говорили, а он на своей работе нагружен не так, как ему комфортно. Ну, и не следует забывать, что именно благодаря тому, что мы работаем, у нас появляется возможность хорошо и долго отдыхать. То есть, получается, этот синдром, вероятнее, возникнет, если отпуск такой, получается, шикарный, такая прекрасная перемена обстановки, что-то было не запланированное, приехали на отпуск, а там произвели фурор, вам это очень понравилось, приехали домой, тут опять начались будни. То есть, а если отдых будет какой-то пассивный, такого не должно произойти? Да, и вот я тоже дополню, острота проявления этого кризиса зависит ли от качества отдыха и количества дней проведения? Давайте не будем нарушать причинно-следственные связи. Постотпускной синдром связан не с качеством отдыха, он связан с тем, как вы работаете. Если вы работаете хорошо, вам нравится это дело, то у вас не будет никакого постотпускного синдрома за три дня до завершения отпуска. Вы думаете, ага, вот я расскажу это этому, я там приду и буду делать вот это, и вот вообще уже соскучился, почему-то скорее бы там оказаться. Ну, а вот подскажите, вот вернемся к нашему вопросу, все-таки отдыхать, если, например, несколько раз в год есть возможность. Всегда ли нужно уезжать, менять обстановку, либо можно и дома что-то поделать и прекрасно отдохнуть? Есть сопутствующие такие характеристики постотпускного синдрома, это когда люди все бросили, просто все бросили и уехали, и возвращаясь из отпуска, они не только на работу возвращаются, им надо еще там ремонт доделать, им надо еще там... К тому, что бросили. Да, вот к той самой, к большому количеству неприятных дел, которые не были доделаны. Вот тогда отпускной синдром протекает тяжелее, и тогда человек может очень долго мечтать, месяцы более, испытывать снижение настроения, раздражительность, то же самое, агрессию, потому что очень много бросил, и чувствует себя, ну, как бы, не совсем хорошо. Тогда получается, для того, чтобы не было этого синдрома, нужно уезжать в отпуск, закончив какие-то мелочи, для того, чтобы они не сыпались на тебя... Плюс ко всему нужно иметь любимую работу. Ну, про любимую работу это, конечно, понятно. Либо просто не бояться тех проблем, которые возникают в быту. Ну, в общем, мне кажется, верное замечание, что когда в отпуск человек уходит с свободным сердцем, да, с открытой душой, я основные дела сделал, там какие-то мелочи незначимые уже остались, я могу их оставить, я о них не беспокоиться, и отпуск будет лучше, и возвращение будет лучше. Когда я приехал в отпуск, в другой город, в другую страну, в другую культуру, первый день я отдыхал хорошо, на второй день я днем отдыхаю, вечером думаю о работе. А после того, как я приехал с отпуска, у меня было буквально, наверное, недели две вот этого вот синдрома после отпуска нового, потому что мне было очень тяжело. У меня куча работы, но я не могу ни то сделать, ни то сделать, потому что я не могу. Я сижу, либо фотографии там расставляю в сеть, либо еще что-то, но я не знаю, как себя занять, хотя туда я не хочу, но работать я тоже не хочу. Вот у меня такой вопрос, что делать после того, как я вот думал о работе в отпуске, то есть в своем отпуске, и не могу работать, когда приехал в Новосибирск. Я так предполагаю, что когда вы думали о работе в отпуске, это не было в чистом виде творческими планами и желаниями что-то реализовать. Это, видимо, были мысли немного о другом. Потому что если это творческие планы, желания что-то реализовать, к этому подходишь, и тебе этого хочется, ты легко это реализуешь. Если же это осмысление на тему, там, а как лучше поступить, а какие-то не очень приятные выборы, то тогда, получается, и не отдохнул как следует, потому что был частично на работе, пытался принимать решение. И, вернувшись, так как решение так и не было принято, нужно длительное время, чтобы войти в рабочий ритм. То есть вот если в течение отпуска решались сложные вопросы, там, проблемные вопросы, то такое вполне возможно. А спасет ли отдых после отдыха? Отдых после отдыха спасает достаточно качественно, если вы успели поработать. Если совесть не мучает. Работать все-таки нужно. И работают очень часто приятные занятия, если ты умеешь это делать так, чтобы тебе было приятно, когда ты работаешь. Скажите, вот есть люди, которые вот работают, работают, их просто не выгонишь. Вот приходят и говорят сотрудники, идите в отпуск, вы уже надоели, здесь работаете, работаете. Трудоголики. Да, трудоголики. Как с ними бороться? Как бороться трудоголики? Чувствую работодателей с трудоголиками не борются. Они их стимулируют. И в идеальной материальной поощряют еще за это. А вот если же... Не просто организм, он же перенагружается от работы, уже по человеку видно, что много работы. Ему говорят, ну давай ты уже в отпуск сходи. Бывают же и такие ситуации. Если же вы говорите о том, что всем окружающим перегрузка очевидна, а человек сам по себе не замечает, что он перегрузил себя работой, то, конечно же, с ним надо разговаривать. Чаще на самом деле проблемы у близких возникают, а не у работодателей. Что много человек работает, утомляется, проблемы накапливаются из-за его рабочего утомления. Дело в том, что вообще работа для нас, социальная наша реализация, это одна из важных, инстинктивно важных, подчеркну, это инстинкт, быть ценным для кого-то другого, делать ценную, социально значимую деятельность. Если человек много на это время не тратит, забывая о себе, он, конечно же, нарушает определенную гармонию и баланс, в том числе и в семейных отношениях. Вот тогда близкие говорят, слушай, ты уже стал раздражительным, давай, может быть, в отпуск сходишь, может, переключишься. Но принять решение все равно может только сам трудоголик. Если, к примеру, отпуск такого корпоративного плана, то, соответственно, таким людям как-то проще будет такой определенный кризис пережить после отпускной. Ну, давайте вот вернемся к началу, да, отпуск корпоративный. Все, предприятие закрылось, всех выходили на работу, даже трудоголиков. Конечно же, человек все равно может как-то меняться в этот период. И часть трудоголиков, если мы говорим о реальных людях, в этот период чему-то поучиться съездили, что-то поняли, литературу какую-то почитали. То есть возвращаются на работу эти люди все равно уже чуть-чуть другими. И для них вот этот вот пост-отпускной синдром действительно повод задуматься и что-то поменять в отношениях. Каждый раз, когда мы далеко уезжаем и долго друг друга не видим, возвращаясь, мы можем что-то поменять. У нас есть такая возможность. Мы можем сказать, я никогда не буду делать это, или я всегда буду делать вот это. Ребята, терпите, как хотите. Я вернулся из отпуска, мне это понравилось. Это шанс. То есть получается обстановка сходная с рабочей в принципе не спасает? Нет, не спасает. Обязательно надо деятельность поменять. Ну, там, писал приказы, почитай литературу. Там, разговаривал по телефону, попробуй поиграть в волейбол. То есть вид деятельности надо менять. Измените полностью, измените полностью вид деятельности. Игорь Вячеславович, давайте еще раз все-таки дадим такие ваши профессиональные советы для людей, вернувшихся из отпуска, что как правильно войти в рабочий ритм? Желательно войти в рабочий ритм, имея уже список вопросов, список тем, либо это творческие цели и задачи, которые вам хотелось бы реализовать, либо, возможно, это по вопросам карьерного роста, какие там продвижения, какие действия надо совершать. То есть имея ряд вопросов, имея ряд целей. И если ты в коллективе имеешь значение, то, конечно же, надо начинать общаться и радоваться тем отношениям, которые у вас сформированы, выслушать других, рассказать о себе, восстановить социальные связи. После этого вхождение в рабочий ритм обычно проще. Спасибо. А в гостях у нас был Игорь Вячеславович Лях, врач-психотерапевт Европейского реестра. Возвращение на работу – это не тяжелый труд, а вполне естественный процесс. Поэтому воспользуйтесь нашими советами и приятного вам отдыха. Если вы хотите принять участие в программе «Трио», у вас есть интересные темы для обсуждения в нашей студии. Заполните заявку на сайте 49-го канала в разделе «Трио» или звоните в будний с 11 до 18 по телефону 299-3091.